Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А уже его использование будет зависеть от конкретных специалистов, конкретной ситуации. Но я думаю, что от начала года нам показывает, что при видимом отсутствии очередей на границе, мы выполняем те, скажем, количественные нормы, которые в начале года были, скажем, достаточно сложно достижены. То есть уже это не составляет проблем. Но это уже качество. То есть по статистике, грубо говоря, вы сами определяете какой-то временной режим. Вы смотрите, там 10 машин стоит на въезд. Инспектор в любом случае работает в напряженном ритме. Но зачастую, вы знаете, возникает вопрос, допустим, обновления программных продуктов. Мы об этом информируем регулярно перевозчикам, если есть какие-то сбои, в том числе у наших коллег. То есть люди должны понимать и знать, что происходит. Это самое главное. А наша задача обеспечить постоянное движение. Если ты в любую очередь девка. Продолжение следует... 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 то есть буквально минимальные таможенные операции, которые идут. Опять же, они проводятся при наличии серьезных оснований, именно физические вмешательства. Так, это наблюдение, это анализ, скажем, пересекающих границу транспортных средств, граждан. Здесь очень четко. А по въезду, сразу же переходя к этому, есть хороший инструмент, есть представление предварительной информации физическими лицами, так называемые электронные декларации. Те, кто часто пересекает границу, их потрудился разобраться, то, используя этот инструмент, они не испытывают проблем. Зачастую граждане, выезжая, не утруждают себя таким элементом, как изучить законодательство. Те, кто постоянно ездит через границу, они могут еще консультантами быть по этому направлению. Но иногда, конечно, заблуждаясь, но тем не менее. А здесь, особенно те, кто редко ездит через границу, вот те же нормы ВОЗа. Максимальные анонсы были по изменениям. Четко всем доводилась информация. Во всевозможных сайтах, средствах массовой информации. Все равно случается, когда приезжают граждане, а я не знал. А я не знал, что не 50 килограммов. И что получается? Сотрудник фиксирует нарушение. Он чем занимается? Ведет административный процесс. Сотрудник начинает административный процесс на посту. Он в это время не оформляет и не контролирует пересекающиеся средства. Вот это вопрос. Конечно, это и вопрос таможенной службы, дополнительные меры профилактики информирования. Но и вопрос дисциплины тех, кто пересекает границу. Не надо винить зеркало. Мне кажется, в основном это бывают те, которые, я не знаю, россияне едут куда-то в Европу. Мы не делим по государственной принадлежности. Они могут и не знать. Все все знают. Незнание этого не освобождает. Законодательство даже не белорусское. Мы же соблюдаем не белорусское законодательство на границе. У нас законодательство нашего Евразийского союза. Кодекс у нас один. Таможенный тариф у нас один. То есть, если у кого-то мысль, что здесь в Беларуси один порядок, а Беларусь, ну, может быть, кому-то, кажется, отличается с подчеркнутым соблюдением своего законодательства. Я считаю, что это правильно. Уважение к своему закону, уважение к стране. Если не уважаешь, ну, будь готов, что найдется тот, кто не уважает и твои личные правила и законы, которые тебя защищают. То есть, здесь очень сложная такая ситуация. Придется нарушить и там, и там. А вот попробовать на авось проскочить, ну, характерно для всех граждан. В моей практике была такая ситуация, когда еще в Брестской таможне на моих глазах представители, граждане Монголии, 11 раз въезжали в пункт пропуска, пытаясь провести запрещенное к перемещению колеса. Не колеса, а покрышки. Они их не прятали, ничего. А вдруг получится. 11 раз. Двое суток они это проделывали. Мы не могли понять, с какой целью. Ну, так вот. Такое не приняли решение. А нам, а мы не знаем. А мы думали, что-то такое, думали. Вообще, часто такие курьезные, может быть, в какой-то степени случаются ситуации? Вы знаете... Что может... Оценка ситуации, наверное, зависит от того, от той стороны, с которой находишься. Ну, из таких, может быть, интересных, такая вот, как у нас запомнившаяся, граждане пересекали границу, везли с собой какие-то камушки. Небольшие такие, типа гравия что-то. И сотрудник, осматривая, там, порядка 10 килограммов, там, чуть меньше было. Что это такое? Это, говорит, грунт для аквариума. Ну, понятно, грунт. Ну, и пока он показывал этот грунт, эти камушки, пакет, скажем... Скажем, из пакета выпало, там, ну, не знаю, там, порядка, там, 20-30 штук. Ну, высыпалось еще. Человек-судоженно стал их собирать из багажника, из тротуара. Ну, и как-то вот сотрудник, посмотрев на эти действия, ну, понимая, что грунт для аквариумов рыбок и такие действия были как-то не очень совместимы. Ну, и, соответственно, была проведена экспертиза, выяснилось, что это необработанный алмаз. Ну, вот это курьезно. С точки зрения самого индикатора, ну, это поведение самого пресекающего границу. Вот такой интересный случай. Было выявлено в тайнике перемещение такого товара. Ну, для нас мы понимаем, что все движимое – это товар, да? Да, имущество. 11 килограммов насадки рыболовной. Это личинка мухи, да? Рыбаки понимают, о чем я говорю. Гражданин утверждал, что он планирует лично их израсходовать. Мы же понимаем, что... Личинка, во-первых, на 11 килограмм – это количество, но я не знаю, сколько он планировал задействовать снастей. Ну, я боюсь, что сотни тысяч. Тому времени они уже мухами улетели в него вдаль. Ну, понятно, что это было... Такой заядлый рыбачок. Да, было лукавство такое. Ну, такой пух. А с текущего наши граждане иногда не оценивают сами даже свои слова. Когда едет очень пожилая женщина или мужчина, везет с собой дорогостоящий тоже айфон и утверждает, что это для личного пользования, вот у него в кармане лежит, постоянно им пользуется. Просишь включить, человек не понимает даже принцип, как привести в действие этот гаджет. Да, подключить к сети. Пракета, отпечатки, сканы лица и все остальное. Ну, спектр раздает, понимает, о чем говорит. Понятное дело, ваши сотрудники наверняка, когда поступают в учреждение, проходят какие-то, я не знаю, ну, как это называется, уроки психологии. Когда по внешним данным, по внешним признакам... У нас есть институт переподготовки таможенных органов, повышение квалификации, переподготовки, где проходят в результате порядка обучения. Безусловно, предпочтение отдается тем, кто уже имеет знания в экономике, в юриспреденции, но специфические навыки приобретаются как в учебном заведении, так и уже непосредственно выполняя свои функции. Ведь это передача опыта, и у нас есть такое институт наставничества, когда за сотрудником, который начинает свой путь, как таможенник, и закрепляет человека, который уже имеет опыт, навыки, это те, кто являются лучшими. И знают, и могут передать эту информацию, показать на предыдущие. Продолжение следует... 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 Это наши каменные лог и брузги. Это напряженные именно в грузовом направлении. Хотя и Береставица здесь не отстает. Где-то водопункт пропуска небольшой, РПТО, Лоша, например, да? Там ведь инфраструктура минимальная, но количество транспортных средств на инспектора и количество лиц достаточно большое. То есть ведь распределяется листный состав и технические средства так, чтобы они соответствовали тому потоку, который идёт. На этот год запланированы какие-то, может, нововведения, расширения каких-то пунктов пропуска? В конце 2019 года мы начали работать на расширенной инфраструктуре, уже реконструированной брусгов. Пресекающие границы видят, что грузовое движение пошло, скажем так, более привычным путём. Активно идёт работа по улучшению технического состояния линий связи локально-вычислительных сетей по брусгам Берестовицы. Уже время пришло. В Берестовицы активно продвигается проект по строительству инспекционно-досмотрового комплекса стационарного. То есть мы сможем тот имеющийся в нашем распоряжении новый китайский инспекционный комплекс направить на другие. В июне-июле этого года планируем начало строительства, реконструкции. Она крупнейшая, будет уникальной по своему виду, по своим подходам. То есть это достаточно такой амбициозный проект и достаточно дорогой. Ну буквально в двух-трёх словах. Андрей Николаевич, как вы отдыхаете вот от такой напряжённой работы? Мне кажется, вы на телефоне всегда. На ней не устаем. Да, это для начала. Работа, которая тебе нравится, которую ты любишь, она не утомляет. А свободное время, если есть, это ничего необычного. Это в первую очередь, конечно, семья, спорт. Я ни с того ни с сего, но, наверное, по желанию, по велению времени начал заниматься бегом. Попробовал себя более 20 километров пробежать. Мне раньше казалось, что это невозможно для себя. Я выяснил, что это не так. Когда получается, это рыбалка и охота, ну это достаточно редко. Такие вот нормальные, настоящие такие виды. Семья, дом, охота, рыбалка. А это очень важно иметь отдушину. Но и тем больше её ценишь, тем меньше у тебя на это остаётся времени. Это действительно. Я с вами здесь согласен. И буквально два-три слова в поздравление. Сегодня у вас праздник 14 февраля. У вас торжественное мероприятие. На камеру всех своих коллег. Я хочу поздравить в первую очередь действующих сотрудников с юбилеем таможни, ветеранов. Пожелать успехов, крепкого здоровья. Для кого это возможно. То есть здесь с учим сотрудником служебного роста, роста благосостояния. Ну а ветеранов, чтобы сегодняшний день и весь год он прошёл под знаком тех свершений, того вклада, который Родина оценила. И дальше будет продолжать оценивать и ваш вклад, и всей Грундийской региональной таможни в то важное дело, которое поручено страной таможенной службы. Спасибо огромное, друзья. Я напомню, что в гостях у программы «Разговоры по-мужски» был начальник Гродненской региональной таможни, Государственный советник таможенной службы третьего ранга Андрей Ковальчук. Ну а с вами увидимся на Гродно+. Услышимся здесь, на МФМ. Услышимся здесь, на МФМ.